Несмотря на то, что Казахстан признан страной, где в отношении находящихся в заключении применяются пытки и в которой люди преследуются за оппозиционную деятельность, а поэтому выдача в Казахстан недопустима, некоторые страны все-таки пренебрегают международными правовыми нормами и выдают режиму Назарбаева его противников. Так, 10 мая в Бишкеке по запросу казахстанских спецслужб был задержан Мурат Тунгишбаев, человек, имевший отношение к созданию самых известных казахстанских политических проектов в YouTube, непримиримый оппонент режима Назарбаева, снявший несколько фильмов, разоблачающих его преступления. Я с вами поговорю. Он уже едет. Сейчас адвокат приедет, я без адвоката не буду разговаривать. Во врученном Мурату при задержании постановления суда разрешение на проведение обыска было сказано, что Мурат Тунгишбаев обвинен в Казахстане в оказании информационных услуг посредством социальных сетей Facebook и Telegram в целях организованной группы под руководством Мухтара Аблязова. Это дословная цитата. Кроме того, Мурат обвиняется в активном участии в группе ДВК «Активист», где приветствовал радикализации пользователей сетей, систематически провоцируя обсуждение острых и чувствительных тем в поддержку экстремистской партии «Демократический выбор Казахстана». Это опять-таки дословная цитата. Казалось бы, одной этой формулировки достаточно, чтобы любой суд Кыргызстана, который гордится своей приверженностью демократии и правам человека, отказал казахстанским властям. Но по каким-то непонятным причинам, то ли в результате прямого подкупа судьи, то ли по звонку из администрации президента Женбекова, запрос был удовлетворен. Примечательно, что обыск производился в двух квартирах, причем та, что на видео – это квартира, которую снимал человек, который не упомянут в постановлении об обыске. То есть обыск производился не только по месту жительства Мурата Тунгишбаева, но и на квартире его знакомого, к которому он в этот момент зашел. В результате у человека, который не был упомянут в постановлении суда, была изъята личная техника. Оперативники препятствовали присутствию на месте обыска адвоката, которого вызвал Тунгишбаев. Одновременно, в отсутствие Мурата, обыск производился в квартире, где живет он сам. Для этого был высверлен дверной замок в его квартире. Пытаясь скрыть следы произвола, оперативники оторвали дверную камеру. Неизвестно, что было похищено при обыске или, наоборот, подкинуто. По словам Тунгишбаева, перепись изъятого совершенно нечитаема. После обыска Мурат был помещен в следственный изолятор, и это несмотря на то, что он находился на лечении по поводу кровоизлияния в глаз, и ему ежедневно делали уколы в глазное яблоко. Оказавшись в СИЗО, он был лишен лечения, что поставило под угрозу его зрения. О том, что в Казахстане Мурат Тунгишбаев преследуется за его оппозиционную деятельность, власти Кыргызстана прекрасно осведомлены, потому что он еще в 2012 году подавал просьбу о представлении политического убежища ему, его жене и сыну. Тогда они уехали из Кыргызстана, так и не дождавшись получения убежища, но отказа в убежище тоже не было. С тех пор у Мурата родились еще сын и дочка. Сейчас его старшему сыну 8 лет, младшему 4, а дочери 2 года. Мой супруг Тунгишбаев Мурат – правозащитник, гражданский активист, блогер, который освещал все события в Казахстане, критиковал власть Казахстана. Он не преступник, и никаких противоправных действий он не совершал. Если же моего супруга экстрадирует в Казахстан, то там будет несправедливый суд, и он подвергнется пыткам. Поэтому я прошу всех поддержать моего супруга и не выдавать Казахстану. Мурат хотел быть поближе к Казахстану, поэтому вернулся в Кыргызстан. Но что-то изменилось с того момента в этой стране. То ли президент стал более отзывчив к просьбам казахстанского диктатора, то ли казахстанские спецслужбы стали платить более высокие взятки прокурорам и судьям в других странах. Остается только надеяться, что международное давление не позволит властям Кыргызстана стать участниками политической расправы.